Межведомственное совещание прошло в администрацию курорта. В нем приняли участие представители мэрии, прокуратуры, госстроенадзора, муниципального земельного контроля, служб судебных приставов и участковых уполномоченных, судьи, а также риэлторы. Последние представили статистику – цены на жилье в Сочи выросли на 16%. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге такой рост не замечен. Интерес потенциальных покупателей стимулирует и застройщиков только. Одни ведут дело по закону, другие начинают строить без проектов и разрешений. Пока идут суды, такие предприниматели продолжают строить и продавать. Администрация города в меру своих полномочий противодействует этому. С помощью общественности, с помощью казачества на первоначальном этапе при обнаружении объектов самовольного строительства сдерживаем их, отключаем от коммуникаций, накладываем обеспечительные меры и делаем все для того, чтобы такие объекты не были реализованы. Для сравнения, в 2015 году незаконных объектов было 134, в прошлом году уже 68, в этом на контроле 30. Один из главных вопросов – проверка экспертных бюро, ведь именно на заключении экспертов основывается принятие судебного решения. Также мэрия вышла в законодательное собрание края с инициативой поднять административные штрафы. Сегодня для физлиц это 5 тысяч и 200 тысяч для юридического. Если взять во внимание суммы, которые крутятся на рынке недвижимости Сочи, это несущественно. Много вопросов и к риэлторам. Сегодня в Сочи около 200 агентств и 5 тысяч риэлторов. Прокуратура завалена жалобами от покупателей. И хотя законодательством предусмотрена ответственность продавца жилья в самоволках, многие посредники об этом просто не знают или не хотят знать. В помощь покупателям так называемый черный список самоволок опубликован на сайте администрации и регулярно обновляется. Мониторинг ведется постоянно.